МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите, я когда малину собираю, я стараюсь собрать ее в солнечные дни, желательно, чтобы дни были солнечные, и очень спелую. В этот период малина создает очень обалденный аромат и насыщенный вкус у нее. А почему так важно именно в солнечные дни собирать малину? Смотрите, когда собираешь пасмурные дни, малина не такая сладкая становится из-за того, что она не успевает выработать фруктозу, и получается, что она не такая сладкая. Правда? Да. А если еще собираешь ее после дождиков, то она вообще становится водянистой и снова утрачивает вкус. Слушайте, ну наше дождливое лето в этом году по малине, видимо, нанесло серьезный удар. Нет, в принципе, в этом году. И очень много. Да. И очень много, да. Было очень хорошее урожай по малине, и были солнечные дни, когда малину собирали, вообще на самом деле, просто собираешь малину, ставишь машину, едешь, просто аромат полностью в машине, именно пахнет малиной. Ну, кроме того, что у нас есть просто ягода, да, у нас еще есть какое-то необычное блюдо. Производные. Выглядит как конфетки. Да, ну это действительно конфетки, это пастила из малины, но с определенным нюансом она еще и с кабачком. Ух ты, да. Мама, ты слышишь, как можно было креативно и интересно использовать кабачки? Да. Вот, и там еще так семечки тыквы, ну, в общем, пробуйте, угощайтесь, это такая... И ни грамма сахара, ни грамма меда. То есть малина, она сама по себе такая, если правильно собирать, она очень сладкая, и вот минимум затрат. Слушайте, пастила, я так понимаю, что она вообще очень долго хранится, правильно? Ну, то есть, получается, там, собрал 5 литров малины, представляете, ее просто невозможно сохранить, или вот банки надо делать. А так, ну, сушила на такой маленький-маленький-маленький, как это называется, кружочек, заворачиваешь, вот и все. Пускай съедается. Да, но традиционный способ хранения, долгосрочного хранения малины, это, конечно, варенье, да? Вот есть у вас какой-то секретный способ, как сохранить максимальное количество витаминов? Ну, вот смотрите, что я делаю в последнее время, мало того, что собираю очень качественный продукт, да, я считаю, что при термической обработке все равно ряд, наверное, каких-то свойств полезных теряется. И в последнее время мы стали делать малину без термической обработки, то есть берешь ее именно толкушечкой, перетираешь, именно толкушечкой деревянной, не на миксере, потому что если на миксере делаешь, то можешь измельчить косточку, и вот эта косточка может дать все-таки горчинку в олене. Лучше все-таки перетереть ее и пересыпаешь сахаром. В литре, я беру литр и толку, в литре где-то получается 450 грамм малины. То есть один к одному, приблизительно полкилограмма сахара, и получается большую емкость уже слоями пересыпаю и перемешиваю. Оставляю так, и периодически подходишь, перемешиваешь, для того, чтобы полностью растворился сахар. Сахар растворился, пересыпаю баночки и храню в прохладной месте. Получается натуральная малина с сахаром хранится, то есть сохраняя все свои полезные качества, хранится в холодильнике или под поле где-то так. И как бы с ней ничто не происходит. Мне всегда интересно было, есть ли разница у ягоды выращенной только на органике? Естественно. Ну, просто вы приходите к нам, договариваемся, приходите, вы пробуете. Вы приходите к своей ягодой, террису обработанной. Вы приезжаете, договаривайтесь, приезжаете к нашим ребятам, которые выращиваются, пробуете, говорите, вау, это круто, и идите все в клуб органического земледелия. Вот и все. Есть разница, еще скажу маленечко. Знаете, когда ты выходишь иногда на рынок с ягодой, когда ее очень много, то твоя ягода очень отличается от той другой ягоды, которую продают бабушки, которую продают другие люди. Она сильно отличается от того, что она именно выращена на органический. А как-то визуально это можно? Это визуально и видно. Вот как можно, чтобы вот это на органический. Вот эта ягода тоже отличается. Вот смотри, у нее такая необычная форма, она очень крупная. Она, мне кажется, чуть темнее. Это да, это просто другой маленький сорт. У меня как бы много сортов ягод. И сейчас отработали основные сорта, это начинает заработать уже ремка, ремонтантный сорт, который будет ягоду подоносить у меня прямо до заморозка. Юрий, вы сказали так по секрету нам, здесь вне эфира, что у вас есть секретная техника выращивания малин. Можем ли мы этим эксклюзивом поделиться с Юркутяновым? Можем, но смотрите... Но неохотно, понятно. Нет, охотно. Просто мы все время рассказываем на лекциях, и это можно найти в интернете. Но если есть время, я могу рассказать то, что... Ну, вкратце. Вкратце. Вкратце скажем, что любит малина, что не любит малина, что с ней можно делать, что не любит. Нет, у меня малина другое. Я ее просто прищипываю, поросль, которая свежая идет, я ее прищипываю на расстоянии 50 сантиметров. Так. Вместо того, чтобы она в один ствол, она идет уже в несколько стволов. И когда она уже у меня, скажем, выходит из зимовки, я ее... У меня специальные, скажем, есть такие металлические ограждения. Она не прямо у меня стоит, а в наклоночку работает. А, вот оно. Все дело в наклоне. Да, все дело в наклоне. Потому что, смотрите, когда ствол наклоненный, пошли цветоносцы, они идут вверх. То есть у простой малины... Солнышко. Да. Получается, площадь вот так, то есть у меня наклон идет. Ага. Цветоносцы пошли вверх. Ягода вот здесь собирается. Свежая поросль, которая идет, она, получается, растет вверх спокойненько, и друг другу они не мешают. Угу. Урожайность? А, урожайность, да. Ну, ладно, похвастаюсь. У меня где-то сидит простой малины 20 кустов, 20 корней. Я собираю в среднем 160-150 литров. 20 кустов. Слушайте, Юрий... Есть замеры? Это какой-то мастер спорта, вы по малине чемпион мира, чемпион области? Ну, сейчас просто все дачники представят, сколько у них корней сидит в среднем, сколько они собирают. У них сейчас комплекс неполноценный, у всех. Мы продаем дачу, сейчас появится объявление. Потому что бессмысленно после таких цифр. Не, ну, на самом деле методы интересные, пусть зайдут, найдут, и там, в принципе, он не такой сложный. Мы его выставляли, мы снимали видео, он есть. Да, он есть, его можно... Прошу прощения, у Вилеты, у меня родился еще вопрос к Юрию, потому что я слушаю его. С каким интересом вы рассуждаете малине? Мне просто интересно, как вы пришли вот к этому делу? То есть, как вы почувствовали страсть вот к земледелию, я не знаю, к... Там целая страшная история, мне тоже рассказывать ее. Вы рассказываете про малину, как художники о картинах, поэтому вы... Вы еще не знаете, эта малина не основной вид того, что я разложу. Я разложу более 40 сортов землянеки, садовую, крупноплотную. Вот там, да, там есть о чем поговорить. Малина там у меня как бы так, в стороночке стоит, но я за ней ухожу. Но как вы пришли к тому, что стали вот таким специалистом в области... Достался участок, сразу скажу, достался участок, длинистый. Год мы попытались что-то посадить, ничего не получилось. Я сказал своей, я строюсь, бетонирую все, лужайки, и земля больше меня это. Что она делает? Она находит нашу дачу, находит органический клуб земледелия за зиму. Там, там, говорит, смотри, можно не копать, можно не поливать, можно мульчировать, и все будет расти. По-женски так. Так, издалека, да, издалека зашла. На, посмотри ролик, один ролик, второй, давай попробуем. В следующий год я сказал, давай попробуем что-то вырастить. И вот так постепенно, постепенно пошло, пошло, и на сегодняшний день, на самом деле, я считаю, природным земледелем, органическим земледелем, можно раскачать любую культуру до таких размеров максимально. То есть, да, я, в принципе, раскачивал, ну, и, скажу, чеснок такой выращиваю крупный, если захотеть, то любую культуру можно раскачать, ничего сложного нет. Теперь вы знаете, чем мы займемся, если вдруг нас закроют. Сейчас вы сделали, а дайте, тьфу-тьфу-тьфу. Но, на всякий случай, телефончики мы ваши запишем, и в интернете найдем. У вас, я так понимаю, есть какие-то ролики, да, где можно посмотреть? Да, я постоянно езжу по подачам, снимаю. Вот сейчас, кстати, недавно приехала из Четинской области. Ездила по делам и заодно проконсультировали. Поездила, посмотрела, потому что интересно посмотреть, как там выращивают. Ну, и нашли общие точки взаимодействия, поэтому мы открыты для сотрудничества. То есть, мы вообще всех приглашаем, и я всегда еще вот таких уникумов, чтобы можно было их опыт передавать. А много в вашем клубе, ну, таких звезд из-за недели? Много, и каждый раз мы не ищу, потому что наши звезды сибирские, они скромные какие-то. Их пока вот, вот Юра раскачает, да, вот он говорит, раскачиваем культуру, я его раскачивал, да, года три его раскачивал, да, чтобы вот, и вот с каждым приходится работать. Вы дачный мотиватор, вот ваша профессия должна начинаться. Дачный коуч такой вот, да. Дачный коуч, да. А что еще вот необычного выращивают участники вашего клуба? Самое, что необычное, что придет в голову. Ну, а арбузы, дыни, это уже нормально. Это арбузская? Да, арбузы, винограды. Виноград нормальный. Виноград? Да, виноград. Нет, про арбузы я слышал, но... Виноград, кстати, выставка вот в Сибыхспо-центре 22-го, там все вот, все, что выращивают, можете приходите, посмотрите, да, и пообщайтесь с нами. 22-го августа? Да, в Сибыхспо-центре, пожалуйста. Ну что ж, я думаю, что вы сегодня замотивировали огромное количество садоводов-любителей, даже тех, кто ими не являлся, у них просто не желание попробовать. Кто даже и не собирался ими являться. Ты понимаешь, у меня внутри что-то начинает такой росточек к солнцу тянуться. В гостях у нас были Виолетта, Маркова, организатор клуба органического земледелия и звезда этого клуба Юрий Верхозин, садовод-преподаватель клуба органического земледелия. Ищите их в интернете, и, возможно, именно у вас появится мотивация заниматься земледелием. Ну а прямо сейчас мы узнаем поподробнее о нашем острове под названием «Юность» Катерина Золотарева с рубрикой «Прогулки по Иркутску». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова